Круглосуточное дежурство организовано силами специалистов Госохотнадзора по Приморскому краю и ФГБУ земля леопарда вблизи села Красный Яр под Уссурийском, где в среду был зафиксирован конфликтный дальневосточный леопард. Поиски зверя продолжились всю ночь, в окрестностях села он обнаружен не был. Данные о появлении дальневосточного леопарда на территории села Красный Яр в 30 километрах от границы национального парка поступили от местных жителей. В среду утром они сообщили о проникновении зверя на территорию частного двора и о попытке напасть на человека. На место незамедлительно отправилась группа научных сотрудников земли леопарда и госохотнадзора по Приморскому краю, которая заметила леопарда, отдаляющегося от села. По предположению экспертов, леопард болен, так как агрессивное поведение по отношению к человеку крайне нетипичное для здорового животного. Поиски зверя были активизированы с наступлением сумерек и велись тремя группами. Специалисты земли леопарда обследовали окрестности села при помощи тепловизоров, постепенно расширяя район мониторинга. Всю ночь в окрестностях села Краснояр сотрудники госохотнадзора дежурили со снаряжением для безопасного отлова животного. В течение первых суток леопард обнаружен не был, специалисты продолжают дежурство. Активные поиски хищника будут возобновлены вечером с наступлением темноты. Олег Завьелов, новости на восьмом.